Летняя площадка «Дорога и добра», организованная при воскресной школе Успенского мужского монастыря Новомосковска, открылась мастер-классом по технике лоскутного шитья. Это ремесло известно во многих странах, а в России оно получило название «Ситцевой мозаики». Я уже, наверное, лет 20 занимаюсь творчеством. Сначала начала вязать, вышивать, потом шить, потом перешла больше на лоскутную технику. Изучила бисероплетение, ткачество на бельде. Все это очень интересно, занимательно. Сначала дома сидела, потом начала принимать участие в международных фестивалях и конкурсах, где была отмечена. И сегодня меня пригласили в такое прекрасное место, как Свято-Успенский мужской монастырь. И я, конечно, очень рада, что детям это нравится. Я могу сегодня передать им свое знание и умение. История появления лоскутного шитья известна с давних времен. Потому что каждый народ, независимо от других, приходил к идее дать вторую жизнь остаткам ветхой одежды и оставшимся после шитья обрезкам. Из разноцветных лоскутков создавались многие вещи. От тряпичных кукол, одеял, скатерки, подушек, занавесок, прихваток, ковриков и сумок до панно и картин. Кстати, благодаря художнице Соне Дилоне, француженке с русскими корнями, появилась основанная на лоскутном шите техника кубизма, известная как орфизм. На Руси православные обители всегда представляли собой синтез богословия, науки, культуры и различных ремесел. Наряду с молитвой, богослужением и другими послушаниями, монахи писали иконы, вышивали серебром и золотом, шили одежду и обувь. Многие крестьянские ремесла и промыслы брали свои истоки в монастырях. Именно поэтому мы с такой радостью отвлекаемся на предложение народных мастеров поделиться своими умениями. Совсем недавно в нашем монастыре проходил мастер-класс по гончарному делу. И сегодня воспитанники воскресной школы освоили лоскутное шитье. Такие занятия дают детям представление о том, что труд ради семьи – это большой долг по отношению к близким людям. Я вроде как шить умею, но лоскутное одеяло я делаю в первый раз. Это для моего брата Юры. Им только один год. Но мне это нравится так. Это так интересно. Ты шьешь дырочки всякие, иголочки. Интересно получается, красиво. Еще кому-то польза какая-то идет. Давным-давно прошли те времена, когда лоскутное шитье нередко ассоциировалось с бедностью и даже нищетой. Сегодня этот вид народного творчества и промысла привлекает как мастеров-любителей, так и художников-профессионалов. Потому что, как говорил великий французский романтик Антуан де Сент-Экзбери, величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей, ибо ничего нет в мире драгоценней уст, соединяющих человека с человеком.